Мой макияж сегодня выполнен, наверное, одной из самых дорогих палеток, которые только есть у меня в коллекции. Я, наконец-то, решилась и купила эту палетку, которую я сегодня буду использовать. Мне всегда было безумно интересно, правдивы ли обзоры блогеров, которые восхваляют этот бренд. И мне эта палетка обошлась приблизительно где-то в 36 долларов. И если вам кажется, что 36 долларов это, в принципе, не так дорого для теней, то посмотрите на размер этой палетки. Да, тени Визиар действительно стоят дорого, но это профессиональный бренд. Производится это все во Франции, поэтому здесь, в принципе, мы не должны столкнуться с каким-то плохим качеством. Изначально, когда только палетка попала ко мне в руки, я почитала состав, у меня он вызвал массу вопросов, потому что на первом месте в составе Тальк, потом идет Мика. И, в принципе, у меня вопрос сразу зародился, а за что такие деньги? Но когда я попробовала эту палетку, я в деталях буду показывать, как я делала сегодняшний макияж, и будете видеть, как тени ложатся. И мои комментарии по поводу этих теней довольно важны, поэтому дождитесь середины ролика, я обо всем обязательно расскажу. Состав, может быть, сначала меня удивил, но все-таки это не типичный состав Тальковый, который можно встретить где-то в масс-маркете. И, кстати, у нее очень прикольный дизайн, такой дерни за веревочку, и дверь откроется. Вот так вот выглядят тоже оттенки, которые в этой палетке находятся. У меня это ПТПРО первая палетка, там их сейчас вышло несколько вариантов, но я посчитала, что вот это самое универсальное для любого события, для любого праздника это может подходить. Продукция Визиар действительно очень дорогая, но, как я вам уже неоднократно говорила, если вы планируете купить что-то дорогое или даже не очень дорогое в интернете, нужно всегда искать способы дополнительно сэкономить. Я, например, всегда пользуюсь кэшбэк-сервисами и хочу вам порекомендовать SmartySale. Кэшбэк SmartySale – это сервис умных покупок. Здесь вы найдете массу магазинов, в которых точно регулярно делаете покупки, а высокие ставки по кэшбэку не оставят вас равнодушными. Деньги очень легко и быстро получить, так как минимальная сумма для снятия практически отсутствует, а для выплаты можно выбрать любой удобный для вас вариант от пополнения мобильного и до перечисления денег на карту банка. И что важно, кэшбэк начисляется в валюте покупки. Для вашего удобства у сервиса есть мобильные приложения, а также расширение для браузеров Mozilla, Opera, Chrome и Яндекс.Браузер. Советую сразу же его установить, чтобы зайдя в следующий раз в какой-то интернет-магазин, сервис вам сам напомнил, что вы можете сэкономить деньги. Ссылка на кэшбэк в описании, переходите на нее и начинайте экономить. Ну что ж, нам уже не осталось ничего другого, кроме как перейти к макияжу и тестированию этой палетки. Я уже сделала базовый макияж лица и навеки нанесла праймер от Анали номер один, закрепила его слегка пудрой и в принципе мы готовы для того, чтобы начать тестирование этих теней. Купила, кстати, вот такие вот заколки, крокодильчики. Я вообще не знаю, какой сегодня буду делать макияж. Понятное дело, что не серо-буро-малиновый вкрапинку с голубым акцентом, потому что здесь изначально все-таки очень такие деликатные оттенки. Предлагаю начать все-таки с какой-то базовой формы. Я здесь во всеоружии приготовила все кисти, которые могут мне понадобиться. И первый оттенок, который я возьму, это, наверное, будет вот этот матовый светлый. И я его нанесу в зону высветления под бровь, во внутренний уголок. И хотя это матовый оттенок, но мы все равно подготовим плацдарм для потом, возможно, каких-то более шиммерных оттенков. На кисть, в принципе, набирается неплохо. И пока что я не вижу, чтобы сильно это пылило. Ну и оттенок под бровью этот я вижу. То есть это не просто, знаете, как есть светлые оттенки, которые наносишь, и они просто как прозрачная пудра ложатся. Вот этот я все же вижу. Он не слишком яркий, но в то же время я его однозначно вижу у себя на веки. Внешнюю форму я начну строить с вот этого оттенка. Я беру пушистую кисть, у меня это Sigma E25. Ну да, он, кстати, вот такое вот прям пятно поставил сразу. Это хороший знак. Следующий оттенок, он такой вот как красноватый немножко. То есть это как будто темно-темно-темно-сливово-коричневый вот такой вот оттеночек. И сейчас посмотрим. Ну да, он довольно сильно затемняет. Вот я надеюсь, вы это видите. И вам камера сейчас передает то, что я вижу в зеркале. Мне очень нравится. В принципе, сильное затемнение дает. И вот действительно, вот что отличает профессиональную формулу от формулы такой, вы знаете, для повседневного использования. Это то, что профессиональные тени сразу ставят очень активное пятно. То есть когда визажисту нужно взять и поставить пятно, и затемнить конкретную область, вот как раз вот такие вот формулы очень круто в этом плане работают. А тени, которые предназначены для обычного домашнего использования, они больше такие, которые наслаиваются, скажем так. С которыми у вас меньше всего возникнет проблем, если вы не очень хорошо работаете с тенями, как бы вы их не тыкали, как бы вы их не растушевывались, скорее всего, вы их растушуете без пятен, без каких-либо последствий. То есть все равно макияж будет красиво выглядеть, он будет таким мягким, растушеванным. А в то время как профессиональные тени темы отличаются, что они могут сделать определенный акцент там, где это нужно. Одним единственным, скажем так, взмахом кисти. На веке, кстати, я уже не вижу вот этого красноватого подтона, я думала макияж станет намного более красным, или таким как темно-темно-сливовым, но на самом деле нет. Пока что мой макияж выглядит очень нейтральным. Еще одно огромное преимущество этих теней, вот я сейчас вот делала макияж, и я его заметила, то что этими тенями легче построить форму. Как я уже сказала, они более точные в нанесении, то есть вот, если это заметно, вот здесь сейчас посмотреть на мой глаз, у меня под бровью прям идет такой вот как светлый оттенок, который как хайлайтер. А потом я завела тушевку вот так вот прям к переносице для того, чтобы открыть свое веко. У меня новейшая века, и я часто делаю тушевки свои вот так вот по направлению к переносице, и тогда у меня веко немножко открывается. Особенно если я какие-то шиммерные сатиновые оттенки наношу потом на вот эту зону. Мне нравится, что я вот этими тенями вот такие действия делаю, и я прям вижу вот эту форму, которую я строю. Настало время самого темного оттенка в палетке, и для него я возьму кисть Зоева 231, это уже поменьше такая кисть карандаш. И, кстати, еще один момент, который я заметила с этими тенями, они пока что вообще не осыпаются абсолютно, то есть вообще ни грамма теней под глазами у меня нет. Ух, и вот это тоже темный оттенок, вот посмотрите, да, какие пятна ставят профессиональные тени. И это сейчас я комплимент сделала, потому что если мне нужно вот здесь затемнить и поставить здесь цветовое пятно, а не растушевать его, вот этот оттенок уже замечательно это сделал. А потом я могу вернуться к растушевочной кисти и края уже подтянуть. Если честно, мне очень нравится вот этот оттенок, вот прям вообще он зовет мое имя и просит, чтобы я именно его использовала. Я хочу начать с него, если вдруг я пойму, что он недостаточно яркий, может быть я его дополню еще золотым. Вот металлики уже немножко больше пылят от соприкосновения с кистью. Я сначала попробую просто сухой оттенок положить, то есть я ничем не смачиваю, не фиксирующим спреем, ничем. Ну и опять-таки мне нравится, да, этот оттенок. Ну, он более темный, чем я предполагала, он такой как темно-кирпичный оттенок, поэтому я скорее всего его сейчас буду все-таки дополнять золотым. И вот зацените эту растушевку, я вообще края здесь даже не растушевывала и насколько плавные создались переходы. Блин, еще не хватало, чтобы мне сейчас захотелось остальные палетки. Однозначно хочу добавить яркости, поэтому буду сейчас наносить этот золотой оттенок еще поверх этого красновато-кирпичного. На нижнем веке сейчас буду строить классическую тоже форму смоки с помощью в основном вот этих двух оттенков. И возможно вот этот прям вот во внешний уголок для соединения нижнего и верхнего века положу тоже. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Ну, я сейчас в деталях это прям показывать не буду, скорее всего покажу при быстрой перемотке. Самый светлый оттенок под бровь нанесу, как хайлайтер. Что ж, я использовала практически все оттенки, кроме вот этого вот сливового, но я думаю мы его ставим для какого-то другого макияжа. Вот, естественно, мне сейчас не хватает ресниц. Здесь очень сильно я накрашу сейчас свои ресницы, наклею накладные ресницы. И также, скорее всего, черным карандашом сейчас подведу верхнюю водную линию. И, скорее всего, одну треть с внешнего уголка тоже нижнюю водную линию подведу. И покажу вам уже финальный макияж. Я полностью уже закончила свой макияж и могу однозначно сказать, что тени мне очень понравились, но только для профессионального использования. Я считаю, что если такую формулу теней купит новичок или просто человек, которому нужен простой повседневный макияж и пару раз в год какой-то более вечерний макияж на выход, то этот человек просто не сможет оценить, в чем прелесть этих теней. Из всех теней, что я пробовала, больше всего мне эта формула похожа на тени Анастасия Беверли-Хиллз, но еще более продвинутая. То есть, если уже Анастасия Беверли-Хиллз, это достаточно профессиональная формула теней, которая уже отличается в работе от таких теней, как, например, Color Pop или Morphe, которые широко распространены для именно домашнего применения. В то время как Viseart, на мой взгляд, это больше для профессионального использования. И что я здесь имею в виду? Когда вы делаете макияж, он может отлично смотреться днем, он может отлично смотреться вечером, но в то же время он будет съедаться на камеру, например. И я это часто замечаю, когда я делаю макияж какими-то непрофессиональными тенями, особенно если это тени из масс-маркета, что-то, например, новое начинаю тестировать, эти тени зачастую очень сильно съедает камера, и мой макияж выглядит более таким плешивым, менее броским, менее выразительным, в то время как вот такие вот тени, вот такие вот формулы делают именно то, что я хочу, и на камере это передается именно так, как я это вижу в зеркале тоже. Поэтому, к примеру, такие бренды просто незаменимы для визажистов, для гримеров, особенно те, кто работают на телевидении или в киноиндустрии. В таких областях просто-напросто не отделаешься какими-то более бюджетными тенями. Поэтому мой вывод однозначно такой, если вы мечтали об этих тенях, потому что их разрекламировали какие-то блогеры, но в то же время вы понимаете, что вы не профессионал, и в принципе вам такая пигментация, такая растушевка и такой эффект не нужен, то я бы вам, скорее всего, советовала переставать мечтать об этих тенях и купить что-то более подходящее для домашнего применения. В заключении тоже хочу показать вам этот макияж при дневном освещении, чтобы вы точно посмотрели, как выглядит растушевка, как легли тени, как они выглядят днем. По возможности тоже засниму вам еще, как это выглядит в вечернем освещении, какой эффект это создает именно вечером. И также мы плавно переведем это видео к тому, что я покажу вам, как эти тени продержались на протяжении дня. Ну а на этом у меня, в принципе, все. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот. И еще, если у вас есть какое-то время, вы можете посмотреть другие мои видео, которые сейчас YouTube вам рекомендует. Если же вы их уже видели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.